От обычных пенсионеров их отличают только медали и ордена на одежде. Сегодня их лица украшают улыбки, от былой тоски и грусти не осталось и следа. По словам председателя Совета ветеранов железнодорожного района, в живых осталось 143 участника войны и почти 4000 тружеников тыла. Накануне 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Рязанская нефтеперерабатывающая компания организовала для них праздничный концерт под названием «Живет победа в поколениях». На мероприятие пришло около 500 ветеранов, тружеников тыла и бывших работников нефтезавода. Николай Васильевич Косоруков ушел на фронт 17 лет в 1942 году. Участвовал в сражениях на Курской дуге, был тяжело ранен. После службы Николай устроился на Рязанский нефтезавод, где проработал 25 лет. Сейчас он ветеран войны и труда. В этом году ему исполнится 93 года. И для него концерт – это настоящий подарок, знак того, что его помнят и чтят. Сейчас Николай Косоруков состоит в районном совете ветеранов, который поддерживает Рязанская нефтеперерабатывающая компания. Очень важно, чтобы сегодня подвиг, который вы совершили, никогда и никем не забылся. Я хочу от всей души вам пожелать, чтобы вы подольше были с нами, чтобы тот труд и та жизнь, которую мы сегодня ведем, была для вас гордостью, чтобы вы могли гордиться нами. Я хочу пожелать вам здоровья, благосостояния и мира. С праздником вас, дорогие ветераны! Владимир Абрамов вручил ветеранам Великой Отечественной войны памятные подарки. В ходе музыкальной патриотической программы «Живет победа в поколениях» прозвучали стихи и песни военного времени. Концерт дал старт празднованию очередной годовщины Дня Победы при поддержке нефтяников. Валерий Седов, Станислав Кудрышов. Телекомпания. Город.